Приветствую всех на канале Автоинструктор 62, я Моряхин Сергей. Сегодня я отвечу на вопрос подписчиков, какую передачу нам включить либо оставить, когда мы вроде бы собирались остановиться, но здесь все взяли и поехали. То есть в реальных условиях бывает такая ситуация на дороге, что вы видите, что у вас есть причина для остановки, вы вроде бы начинаете тормозить, выжимаете сцепление, и здесь все взяли и начали двигаться дальше. То есть, например, они пропускали пешеходов и взяли и поехали. Или загорелся зеленый, а был красный, да? Что делать? Включать первую, либо оставить вторую? Здесь дам небольшой такой ориентир. Если вы начинаете замедляться и у вас скорость упала меньше 10 км, то однозначно лучше включайте первую передачу. Если у вас скорость осталась десяточка хотя бы, либо чуть больше, то вы можете оставить вторую, но приподнимая сцепление, когда вы собираетесь двигаться дальше, вы его не бросаете, а делаете небольшую задержку, как будто вы трогаетесь и немного помогаете газом. Тогда вы можете оставить вторую передачу. То есть, еще раз, если у вас скорость меньше десятки упала, по-любому включайте первую. Если у вас осталось 10 там и чуть больше, вы потом научитесь это ощущать, тянет машина или не тянет. В движении, конечно, сложно откликаться на приборы, но тем не менее. То вы можете оставить вторую, придержав сцепление, когда вы его поднимаете, добавив чуть-чуть газа. То есть, как будто вы трогаетесь. Можете тогда оставлять вторую передачу. Здесь, опять же, ответ на данный вопрос еще зависит от того, в горку вы едете, с горки, либо по прямой. Вот это я вам объяснил по прямой. Если вы едете вниз с горки, то однозначно вы можете хоть и на 8 км в час и на 5 оставить вторую. Потому что по инерции машина будет сама у вас. Пока вы там будете выжимать сцепление, какие-то передачи включать, она у вас сама будет набирать скорость с горочки. Оставляйте вторую. Если вы двигаетесь в горку, да, машине тяжело подниматься в горку, двигателю тяжело тянуть. Вот эти вес машины тонна-полторы. То даже там на 10-15 км в час включайте первую. Потому что я напомню, чем ниже передача, тем она сильнее. Теперь смотрим на практике. Ну вот простой пример. Например, у нас впереди какая-то яма. Мы представим, что нам ее объехать невозможно. Мы начинаем тормозить. Обороты низкие. Выжимаем сцепление. Преодолеваем ямку. Можем придержать сцепление, добавить газу, как при трогании. И продолжать движение на второй. Либо вот опять же приставим, тормозим до той же скорости. Вот представим какая-то опять причина. Выжимаем сцепление. И также вы можете включить первую передачу, уже отпустить сцепление. Продолжать движение на первой. То есть в принципе никакой разницы. Самое главное, что если вы оставляете вторую передачу, у вас осталась скорость там 8-10 км в час. Не бросайте сцепление, иначе у вас двигатель заглохнет. Вот представим, нам опять нужно притормозить до данной скорости. К примеру, горит красный, вы не успеваете остановиться, загорелся зеленый. Вот вы тормозите, сцепление выжато, думаете, что останавливаться будете. Все взяли и поехали. Вы как бы оставляете вторую, придержали сцепление, как при трогании. Газиком помогли, отпустили. Либо все-таки включить первую передачу. Нет никакой разницы. Или вот, например, перед разворотом. То же самое. Я включаю поворотник. Скорость минимальная. Я выжил сцепление. Могу как бы придерживать сцепление, делать это на второй. Не бросать его. Все. Отпускаем до конца газу. Либо также можно было бы включить первую передачу. Поворачиваем в прилегающую территорию. И оставляем вторую передачу. Придержал сцепление, отпустил. Но здесь дорога совсем плохая. Поэтому лучше, конечно же, включить первую передачу. Если вы собираетесь двигаться дальше после торможения, скорость не больше той же 10. Лучше двигаться уже на первой передаче. Если вы будете дальше разгоняться, то можно оставить вторую передачу. Ну вот, вы посмотрели пару примеров на практике. Я думаю, все стало более понятно. Еще раз вкратце, что если вы едете в горку, то лучше, конечно, на таких скоростях, когда у вас падает скорость 10, даже 15, включайте лучше первую передачу. Потому что двигателю тяжело вот эти полторы тонны в горочку вытаскивать. Чем ниже передача, тем насильнее. Если вы едете с горки, то вы можете смело оставлять вторую передачу. Если вы едете по прямой, то берите диапазон вот этих 10 километров. Меньше 10 или 10, можете включить первую. Если больше 10, либо 10, вы можете оставить вторую, но не бросая сцепление, немножко придерживая, как при трогании, ну хотя бы там одну-две секундочки. Надеюсь, все понятно. Сегодня на этом все. Если ролик понравился, подержите лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-то интересное. Я, как всегда, всем желаю дач на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok